Вебинар, с чего начинается наша работа. Мы с вами будем все раскладывать по полочкам, да, в плане техники и в плане головы, да, чтобы мы с вами платье, ну, Танюш, вот честно, не знаю, еще пока не решила, мне его снимать не хочется, муж сказал, что не мой цвет, оно мне не идет и так далее, вот я думаю, я не знаю, мне вот не с кем посоветоваться, вот, вот, все-таки, наверное, сниму видео, выложу и посмотрю на комментарии, вот, что посоветовать, то и сделаю, потому что прям 50 на 50, оно село на меня очень хорошо, вот. Итак, с чего же начинается наша с вами работа, это, конечно же, самое главное, понимать, что мы с вами работаем в официальной компании, в которой и ассортимент номер один в мире, которая и как номер один в мире славится, как кислородная косметика, и, конечно же, славится уже на самых крутых форумах, да, какие у нас форумы, какие у нас ассамблеи, приезжайте на них, пожалуйста. И самое классное, это то, что мы с вами на шаг впереди с нашей компанией, потому что такие люди, как Юдашкин, Ахмадулина с нами сотрудничают, да, Елена Темникова, год лицом обложки, то есть Фаберлик держит руку на пульсе, да, у нас с вами огромный ассортимент косметики и огромный ассортимент модной индустрии, поэтому мы с вами всегда и во всем номер один, и честно вам скажу, мне все больше и больше нравится работать в нашей компании и в нашем проекте, потому что и проект на месте не стоит, да, новый сайт, новые видеоролики, новые профессиональные видео и так далее, и так далее, и мы с вами все очень быстро, да, симвильными шагами растем к лестнице успеха, и причем каждый может выбрать для себя, как вам даже сказать, да, свою скорость роста, что тоже очень-очень важно показать, да, ну, прошу прощения, у меня тут ребенок игрушку оставил, давайте я, конечно, покажу, но вот не знаю даже, такое чувство, что немножко оно меня увеличивает, ну и, конечно же, что то, что я без каблуков, вот прям не знаю, так-то вроде бы как и платье шикарное, но вот как-то вот, не знаю, что-то мне в нем не хватает, да, вот смотрите, как-то вот, не знаю, мне кажется, вот тут сильно увеличивает или что, не пойму, в общем, здорово, да, ну, мне вот оно, честно скажу, оно мне понравилось, но как-то вот, не знаю, не совсем мое, не совсем на мой вкус, да, каблуки, естественно, каблуки надо, я же не думала, что я тут перед вами буду в этом платье выплясывать, и поэтому без каблуков села вести вебинар, мы же дома, вот, ну что ж, поехали эти с вами дальше, вот, что хочу 100% похвалить, это новая маска патч Бьюти Лав, маска очищающая Бьюти Лав и маска лифтинг Бьюти Лав, ну, просто великолепная вещь, и после Доминиканы у меня тут появились от солнышка две такие продольные морщины сильные, вы знаете, они практически уже исчезли, они еле заметны, даже если я морщу лоб, вот таким образом, да, они все равно потом разглаживаются и не остаются, да, то есть, вот, как-то мне вот очень понравилось, да, ну, конечно, моя любимая линейка это Платину, ну, и вот эти вот, вот они, кстати, у вас сейчас, как раз-таки, да, вот Бьюти Лав новая серия, ну, просто отличнейшая, особенно крем-блёр, блёр это, ну, вообще сказка, и вот этот вот филлер для губ тоже вещь шикарная просто, да, вот, просто попользуйтесь им пару недель на ночь, помажьте губки и вы увидите, как контур ваших губ стал чётким, и это здорово, да, вы уже ей не будете пользоваться, а контур губ ещё долгое время у вас будет чётким, вот, и вот эти вот как раз маски обе, ну, просто великолепно, первая маска меня немножко напугала, потому что, когда вы её наносите, она начинает пузыриться очень сильно, в чат директоров я отправляла фотографию, мы там вместе смеялись, вот, а вторая маска, она такая гелевая, приятная, вот, обязательно пробуйте, итак, мы с вами на прошлом вебинаре остановились на брендовых страничках, что мы с вами создаём брендовые странички во всех соцсетях, даже если мы там не работаем, то и всё равно их нужно вести, вести за собой людей, показывать свои результаты, да, то есть, и, конечно же, самое важное, о чём я вам вчера не успела сказать и решила перенести на сегодня, ваш бренд – это не только соцсети, да, как вы понимаете, ваш бренд – это ещё и ваш канал YouTube, на который нужно вам самим закачать свои ролики, в интернете есть программка очень лёгкая, бесплатная, устанавливается за две минуты, она называется как-то Sullyform.net, по-моему, да, и вот с помощью этой программки вы можете легко скачать ролики проекта и выложить на свой личный YouTube канал. Сегодня вечером я планирую отснять видео, как всё это сделать технически, если у вас не получается, напоминайте мне по чатам, я буду в чат выкидывать, чтобы ваши новички это видели, да, то есть, лучше не в личку, лучше в чат, чтобы, мало ли, кто-то пропустил, обратил бы на это внимание ещё раз, поэтому просите, вот, и сейчас я вам скину файлик, это всё, все эти видео снимал голос нашего проекта Елена Потанина, у неё просто великолепное видео, которое стоит послушать самим до конца и понять, как же грамотно всё подано, поэтому вот эти вот первые видео, которые вы там увидите, да, вам их нужно обязательно закачать на свои YouTube каналы и выгрузить их на брендовую страничку, именно чтобы под этим видео у вас была ссылочка на ваш лендинг, чтобы именно под этим видео у вас была, ну, конечно, если вы серьёзно настроены, то это минимум, что нужно сделать, это первые шаги, грубо говоря, да, сами понимаете, что если вы выгрузите 4 ролика на YouTube, к вам бесконечно много регистрации не будет, но если вы сделаете данные первые шаги, то вы заметите, что когда вы делитесь, к примеру, чужим видео, там чужая ссылка на регистрацию, а тут будет ваша ссылка на регистрацию, да, и вы уже не будете бояться с людьми работать этими ссылками, да, что тоже очень важно, да, если у вас что-то не получается, пожалуйста, вы можете ими работать с чужого YouTube канала, но лучше, конечно, работать именно со своего, чтобы у вас там ссылка была на ваш лендинг, да, это ссылка на шаблоны, и там, допустим, первый вариант, второй вариант, третий вариант, там же есть фотографии для работы, ну, и всё такое прочее, о чём я вам сейчас пытаюсь объяснить, то, что иногда бывает такое, что человеку интересно, где вы взяли данное видео, он проходит под YouTube ссылочку, и может просто уйти к тому, кто это видео выложил на канал YouTube, я же, допустим, свою личную группу, и вообще всех, как бы, да, весь проект Фаберлик онлайн, если вы хотите сотрудничать с нами, серьёзно, и хотите зарабатывать большие деньги наперёд, то вам нужно именно освоить азы вот эти, вот как создать YouTube канал, как скачать ролик, как его выложить, ну, и, конечно, если у вас есть желание, вы можете снимать и свои какие-то ролики, у нас очень много девчонок, больше 100 человек на проекте, которые очень хорошо снимают ролики, да, залила себе на канал, да, Ириночка, вот мало залить себе на канал, потому что нужно это ещё обозначить своей ссылочкой, да, видео вот тут в шаблонах сообщений, которым мы рекрутируем, то есть вы можете себе создать такие же шаблоны сообщений, но с вашей, именно с вашей ссылочкой, да, то есть или на Word просто перекачать их, да, чтобы там менять русские буквы на английский и рассылать всё, да, то есть, ну, что-то вот в таком плане. Скажите, пожалуйста, всем ли это всё понятно? Я это уже показывала пару месяцев назад, но решила освежить ваше знание, потому что за пару месяцев к нам пришло очень много людей, желающих зарабатывать через интернет, скорее всего, тех вебинаров они уже не видели. Вот, давайте я вам ещё скину программу, которую нужно установить. Можете не бояться по ней проходить. Вот, сейчас я её возьму, да, то есть это минимум, что вам нужно сделать. Вот, значит, вот она, программа для скачивания. Слушайте, она такая длинная, такое ощущение, что она сюда сейчас не войдёт в вебинарную комнату. Ну, давайте будем пробовать. Поставьте плюсики-минусики, смогли, не смогли пройти. Вот, ну, и в принципе, запись вот этого вот вебинара, где я учу выгружать. Вот она есть. Можете её дополнительно посмотреть, пообучаться, чтобы у вас уже сложилась картина в голове, что же за конвейер мы с вами сейчас будем создавать. Потому что это на самом деле конвейер. Вам нужны не просто красивые посты и брендовые странички. И вы должны не просто, грубо говоря, кичиться в соцсетях, что вот я такая, я сякая. Сейчас кичатся все. Вот, самое главное, это, конечно же, рекрутинг. Рекрутинг, рост. И вот там на этих страничках вы уже будете выставлять поздравления своих лидеров, свой новый уровень. И вот это даст поток людей в вашу команду. То есть просто в глупую, извините за это слово, создавать личный бренд без рекрутинга и без звания, и без уровня, это, конечно, многого вам не даст. Многого вам реально не даст. Потому что я вот, когда создавала свой бренд, я наблюдала за людьми. Когда я выложила свою фотографию, что я на 3%, а потом я выложила, что я на 6, мои лидеры на 3%, какие-то новые ролики я в перемешку выкладывала, да, я качаю ролики с официального сайта Фаберлика и качаю, конечно же, свои именные ролики создаю. Какую-то запись планерочек я выложила, да. Потом я вышла на 9%, у меня уже есть в команде и вип-консультанты, и лидеры 6%, и лидеры 3%. И вот это вот потихонечку-потихонечку к вам начинают, если вы активно и своевременно создаете свой бренд, не только красивые статусы, но еще и вот это, то, что обязательно нужно делать ежекаталожно, может быть, вы какой-то ролик снимете, что вот только к нам пришло людей в команду, вот такие люди вышли на новый уровень, да, то через обычную хотя бы киностудию, да. Вот я сейчас пользуюсь ей, она мне нравится, но еще, конечно, куча. И вот это вот обязательно нужно делать каждый день, не каждый день, простите, а каждый каталог систематично, да, то есть и вот когда вы будете рекрутировать, вы как раз будете думающих людей, которые думают, сомневаются, добавлять в друзья с этих брендовых страниц, чтобы они у вас не потерялись с рабочих, да. То есть это такой вот тонкий момент, который нужно минимально для вам сделать, чтобы к вам относились серьезно, да. То есть получить свой лендинг, да, обязательно делиться своим ростом, сколько людей у вас в команде, на каких уровнях, обязательно, да. Вот вы вышли на 12%, значит в вашей команде 100% уже есть вип-консультанты, в вашей команде 100% есть 9% лидеры, 6% лидеры и 3% лидеры, да. То есть у вас уже все больше и больше будет поздравлений на вашей страничке, и люди, которые думают, сомневаются, будут видеть, что вы внимательный, добрый, чуткий наставник. И вот свой бренд начинается не просто красивый пост, не просто там я накрасила ногти, да, то есть не просто там развить тему там, ну я не знаю, любой, ну футбол там, да, то есть не просто как наклеить ресницы, да, не просто какие классные тени, вот смотрите, да, то есть это все глупости, да, то есть это нужно, но оно нужно реже, чем нужны посты о работе, потому что в наше время, в наше нелегкое время, тем более по России сейчас шел кризис, сейчас в Белоруссии будет кризис, да, уже начался, много кто остается без работы, и как раз на статусы, что вы зарабатываете деньги, что вместе с вами еще и другие люди зарабатывают, которые к вам пришли, вот такие статусы дают возможность доверять и вам же, да, то есть обязательно нужно делиться ростом, вот этот вот конвейер у вас должен быть всегда, да, то есть брендовые странички вы ставите под свое видео на ютубе вместе с ссылочкой на лендинг, да, и эти же брендовые странички вы наполняете роликами с этого ютуб канала, то есть вот такой вот конвейер нужно обязательно создавать, да, вот о чем мы вчера с вами не успели поговорить, потому что вебинар уже, я смотрела уже больше часа у нас с вами получался, вот это минимум, который нужно сделать обязательно для вас, и чтобы вы своих новичков обучали делать то же самое, да, то есть обучали делать то же самое, вот, скажите, пожалуйста, все ли вам понятно, ну, конечно, новичков, которые пришли на третий вариант, если люди любят продавать в вашей структуре, да, то, конечно, можете научить их создавать страничку-продавашку, пользоваться интернет-магазином и так далее, да, то есть у компании Фаберлик тоже, как вам даже сказать, огромная куча условий для того, чтобы вы смогли легко продвигаться, да, то есть компания Фаберлик вам простилает ровную дорогу, а самое главное брать то направление, которое вам нужно, и идти по нему, да, то есть я выбрала направление бизнес, и я всегда всех стараюсь, чтобы люди выбирали направление именно бизнес, но если вам нравится продавать, зарабатывать немедленные деньги с продаж, пожалуйста, вы можете совмещать, но прошу время, которое вы потратили, да, на мгновенные деньги, не считать временем, вложенным в бизнес, вот. Программа, так, так, программа, так, минутку, сейчас еще раз, с помощью этой программы, после установки ее на компьютере, вот вы ее установили, потом вы, значит, ее компьютер перезагрузили, и вы сможете скачать ролики, ролики, которые я вам дала выше, вот. Ну что ж, конечно же, брендовое фото, это ясный, четкий, открытый взгляд, смотрящий гостю странички в глаза, это очень важно, также мы с вами начинаем создавать базу для работы, чтобы потом с нее без проблем, без блоков, по-умному рекрутировать. Что это значит? Это значит, что мы с вами не просто идем и спамим, да, как люди привыкли говорить, да, то есть мы с вами сейчас будем грамотно работать через общение с людьми, через соцсети. Работать можно разными способами, то есть вы можете развивать, минимально это два способа, да, то есть пока вы развиваете свой бренд, вы строите свою структуру и показываете при развитии бренда, как вы растете, да, то есть люди, 90% серьезных, настроенных людей именно на зарабатывание денег, они идут только к тем, кто показывает свой результат, и чтобы этот результат был растущий. Поэтому через обычный рекрутинг вам никак не перепрыгнуть. Вот очень часто, да, я привожу такой пример своим новичкам, да, новички хотят перепрыгнуть вот эту вот работу, да, и что получается? Ну, все генералы, извините меня, они прошли через окоп, так ведь? Все генералы прошли через службу в армии, чтобы стать генералом. И пока вы не поймете, что нужно сначала много поработать, без пауз, без перерывов, без сомнений, полгода, да, вложиться, то вы не увидите отдачу от своей структуры, если вы хотите перепрыгнуть вот этот рабочий момент, да, то есть я через рабочий момент тоже прошла, я тоже очень много рекрутировала в соцсетях и создавала вот этот бренд, доказывала людям, да, так и то до сих пор не все верят. Ну, конечно, если я сейчас покажу свою зарплату, мне и вы не поверите, да, почему? Потому что она уже начала зашкаливать, вот. Я везде информацию хватаю, потом в голове путаница. Ларис, ну, что я хочу сказать? Вот сейчас данный вебинар, часть вторая, это мы раскладываем работу по полочкам. Если ты будешь слушать одного наставника какого-то, то у тебя все получится, да, вот. Верите, да, ну, уже далеко не все, далеко не все, и даже кто-то из директоров, помню, мне пару месяцев назад сказала, «Аня, не скидывай свои скрины, ты людей пугаешь». Вот, я говорю, ладно, я не буду скидывать, да. То есть мы сейчас рекрутируем одноклассники в ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Также девочки активно рекрутируют в Твиттер, я еще не, да, то есть девочки активно рекрутировать можно и в Телеграме, можно активно рекрутировать в Вайбере, в Ватсапе, и это на самом деле дает очень хороший результат, да. Но, чтобы у вас получался рекрутинг, сделайте минимальное действие, создайте брендовые странички и выгрузите видео YouTube, да. Ну, вот, с 6% это делать уже нужно и важно, для вашего дальнейшего роста нужно и важно. «Олечка, буду очень рада, а лучше зарабатывай больше меня». Тогда мы будем рады, что наши ученики нас переросли. Вы представляете, какая это награда для учителя, когда ученик его превосходит. Ну, я буду просто... Ой, я не знаю, мне прям мурашки. Если вы все нас перерастете, мы вам просто очень-очень рады и будем гордиться тем, что вы такие умнички. Вот, далее, показать новичкам. Но моя зарплата более 400 тысяч в каталог. Более чем. В каталог это 19 раз в год, это около полумиллиона в месяц. Поэтому, я думаю, у кого-то сумма шокировала. Прошу прощения, кому эта сумма понравилась, слушайте нас и будете столько же зарабатывать. Да, да, обязательно слушайтесь. Вот, и просто, понимаете, от вашего роста зависит наш рост. И мы заинтересованы напрямую, чтобы вы хорошо зарабатывали. Вот. Ну что ж, желаю вам поколения данной зарплаты, желаю вам жизни без границ. Но вначале нужно посидеть в оккупах, а потом уже становиться генералами. Ну что ж, поедемте с вами дальше. Мы с вами поговорили о том, что мы обращаем внимание на оформление и рабочих страниц тоже. Рабочие страницы должны быть у вас классными, хорошими. Статусы о работе не обязательны. Но старайтесь ездить на форумы, на какие-то встречи от проекта, еще что-то. И вы увидите, что к вам потянутся люди, даже если вы просто будете стоять на сцене с Фаберлик, даже если без чека, да, обычно говорят, ну, меня награждать не будут. А вот девчонки молодцы, они ездят. И на следующий год они выходят на сцену. Потому что это здорово и классно показать своей команде, как кого-то там на сцене награждают и знать, что они туда тоже пойдут. Да, то есть овации тоже в нашем бизнесе, это круто. Да, то есть когда вы вырастаете до уровня директора минимально, да, то, конечно же, с одной стороны это гордость, да, это гордость ваша за вас, да. С другой стороны, ваша команда на вас смотрит, и вы для них пример. Итак, вот на чем мы с вами остановились, что когда наставник посмотрит ваши брендовые рабочие странички, если что-то не так, вы вместе исправляете. И после того, как странички будут готовы, наставник вам будет высылать первые инструкции по работе. Далее, значит, модерация страничек – это очень важный момент, чтобы вас сразу не блокировали. Старайтесь создавать как можно больше страничек, чтобы работать с них как можно реже. Да, то есть у нас есть лидер, которая вообще ни разу за блоком страниц не столкнулась, но меня она лично саму тоже шокировала. А у нее 200 страничек, и она работает со странички раз в 10 дней. И вы представляете, как ей легко работает, ее никогда не блокируют, ее накопительный эффект никуда не исчезает. Но это, конечно, огромный труд. Это, да, 200 страничек – это 200 дней. Да, то есть я, конечно, удивилась, но я тоже решила увеличить количество своих работающих страничек. Да, вот такой вот случай. Я об этом узнала буквально вчера вечером, после того, как созванивалась с девушкой. Я говорю, расскажи, как тебя не блокируют. Она говорит, Аня. Я говорю, вот так, так и так. Я говорю, а что ж ты нам не рассказала об этом в активном росте? У тебя столько много регистраций. Она говорит, Аня, я боюсь людей шокировать. Я говорю, ты не против, если я не называю твоего имени, расскажу об этом на завтрашнем вебинаре для новичков. Она говорит, хорошо рассказывай, да, то есть, ну, не буду говорить. Если она захочет, она сама напишет в чате или под видео на канале YouTube, если она захочет это сделать, потому что она все равно будет смотреть запись. Она сегодня на смене, на работе. И, конечно же, это здорово, когда у нее, как он даже сказать, ну, вообще нет блокировки. И она общается так же, как и я, аудио сообщениями. То есть, первый текст она высылает картиночку, да, то есть, с четырьмя предложениями о работе или еще что-то. А второй текст она уже не высылает. Она общается через аудио. И тут она сказала, что она просто посмотрела планерку Кононовых и поняла, что так работать намного удобнее. И сейчас она пойдет в гору, да, вот. Немножко шокировала, но, в принципе, я думаю, что сейчас вы знаете, что чем больше у вас будет страничек в соцсетях, чем реже вы с них будете работать, тем лучше ваш накопительный эффект в работе. Сработает, люди будут знать, куда к вам обратиться, не дай бог, вас не заблокировали, да, не дай бог, вы не добавили какого-то думающего человека на брендовую страничку, да. Может быть, он не сказал, мне надо подумать. Вы его не добавили, да, а он раз и через три дня захотел с вами пообщаться. Не дай бог, эта страничка будет заблокирована. Так вот, у этой девушки странички не блокируется вообще, что очень приятно. Да, то есть, вот такая вот у нее система роста, и она говорит, я расту спокойно, поэтапно, и, говорит, мне очень нравится. Я, говорит, в них не путаюсь и ничего, говорит, у меня странички по папочкам разделены, какие в этот день, какие на следующий день, какие на позаследующий день. Я знаю, в какие дни, когда я обрабатываю чего. Говорит, очень удобно. Вот, и так, в общем, я вам дала намек, а вы там уже сами решайте, да, потому что в нашей структуре даже такие крутые лидеры есть. Вот с таким огромным терпением создать такую огромнейшую базу для работы, божечки ты мой. Ну, молодец, конечно, нашла способ. Вот, и, значит, одноклассники, модерация страничек. Не работаем со странички пять дней, а можно раскручивать их в нашей группе в разделе раскрутки страниц. Оля, молодец, молодец, тоже, да, и тоже, наверное, не блокирует тебя, да, потому что огромное количество страниц, скорее всего, тебя не блокирует. Вот, и, значит, нет, да, ну, вот видите, да, то есть создать базу и работать редко с них, да, не обязательно каждый день по сто страниц обходить. Мне кажется, за сутки это не успеть сделать, но просто большое количество страниц дает вам возможность работать спокойно, без вечного создания новых страничек после заблока, да. То есть вы мне сейчас поняли. Вот, работаем со страничек со всех, в принципе, раз в пять дней. Можно раскручивать их в нашей группе, можно раз в три дня работать, но тогда делать меньше, меньше, меньше количество охвата, да. Во-первых, ВКонтакте можете начинать работать сразу, но потихонечку, по 10 предложений дружбы. В Фейсбук можете начинать работать сразу. Самое главное, работать со страничек раз в три в пять дней. Вот, и, сейчас, минуточку, да. И, конечно же, чтобы создать много страничек, можно пользоваться сайтами онлайн-сим, смс-реком, смс-вк, нет, ну, в общем, их очень много. Есть сайты также для Беларуси, есть инструкция, как Беларусь может пополнить эти сайты, потому что там есть немножечко сложности, но девчонки, да, то есть, вот, допустим, Татьяна Русакова, Серебряный директор, Оля Тарасевич, директор, да, то есть, ну, Катюша Тур, директор, вот они для нас создают очень красивые инструкции, так как у них есть новички с России, и они легко общаются, да, несмотря, что они из разных стран. Далее, значит, также вы можете собрать сим-карты у родных, у знакомых, или купить, приобрести где-то подешевле, да, то есть, из одной сим-карты вы реально можете создать 10 страничек в моем мире, одну страничку ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, да, там, друг вокруг, кругу друзей, кучу учетных записей, да, то есть, Авито, Бэби Блок, но это все-таки устаревшие доски объявлений. Сейчас очень много, когда вы гуглите доску объявлений, там огромное количество досок, да, и, в принципе, на любой из досок можно завести с помощью одного телефона, можно завести хоть 100 учетных записей на 100 досках объявлений, да, вот. Брендовая одна, да, да, Владимир, из брендовой странички не работаем, не работаем, просто выкладываем, отвечаем на вопросы, никогда не отрабатываем конец каталога с этой брендовой странички, да, когда там, ой, там, через 2 дня каталог кончается, вы не сделали заказ, еще что-то, лучше всего посылать аудиосообщение, если вы с брендовой странички отрабатываете, то есть, ее нужно беречь, наоборот, беречь, да, а рабочая страница, ну, понеслась душа в рай, но все равно берегите, чтобы накопительный эффект был, да, то есть, вот. Вот, далее, совет для каждой соцсети, вот как раз эти брендовые странички нужны, посты мотивационной о работе, о продукции обязательно, да, собирайте туда зарегистрированных новичков и думающих людей. Очень часто люди, которые собраны на брендовых, на моих страничках, которые пришли просто покупать, видят статусы о том, что где-то я получила чек, где-то мой директор получил чек, где-то мой новичок выиграл там, да, в каком-то конкурсе, еще что-то, и он тоже интересуется и спрашивает, а можно мне к вам, а вот я покупатель, да, вопросы бывают всякие разные, а можно мне с этого номера работать или мне надо другой номер, в общем, начинает интересоваться, потому что, ну, кому не хочется при свободном графике зарабатывать через интернет в 3-5 раз больше, чем на своей теперешней работе по найму, да, то есть, конечно, это всем хочется и все пробуют, все начинают, вот. Вот, ну и, конечно, интернет – это суперсовременный способ заработка. Далее, значит, можете создавать закрытую группу, туда тоже добавлять, да, то есть, ну, это закрытая группа, она уже вас не будет рекрутировать, она уже будет только стимулировать тех, кто к вам уже пришел в вашу команду, да, вот. Там всех собирать, поздравлять за одним, да, ну, лучше всего в открытом доступе поздравлять, вот. Потому что, вы знаете, вот соцсети капризные вас могут заблокировать, и с брендовых страничек из-за этого нельзя рекрутировать и нельзя работать. Они у вас должны быть как оповещения, они у вас должны быть такие, чтобы вам первым в личку писали. И еще один секрет, я подключила платную услугу, которая стоит, по-моему, 50 или 100 рублей в месяц на все включено. В одноклассниках, и у меня это с телефона, денежки вычитаются, окей, сами по себе покупаются, эта услуга продлевается. То есть, я автоматически плачу, ну, за то, чтобы меня не блокировали. Такой способ подкупки, что ли, я не знаю, мне очень понравилось, вот. Так делать. Далее, значит, обязательно тряситесь со своих наставников. Если ваш наставник я, трясите с меня, да, шаблоны для работы, видео для работы, ссылку на ответы на распространенные вопросы, чтобы в соцсетях было легче общаться на первых этапах, да. То есть, распространенные вопросы, это не обязательно копировать вот этот текст, который вам там написали, и его высылать, да. Можно своими словами, но просто суть ответа у вас должна быть такая же, как и в этих распространенных вопросах. А также, как разложить свою работу по полочкам, чтобы не запутаться в количестве страничек. Да, как купить ОКИ в одноклассниках, Оль? Ну, там легко, подключаешь услугу, все включено, тебе выходит информер. Ты вводишь или номер телефона, или банковскую карточку, вот, и можешь еще в настройках одноклассников подключить, чтобы у тебя автоплатеж шел. Вообще легко. Ой, я вообще забыла, да, о том, что у меня там что-то где-то пополняется. Но заодно и, конечно, подарочки могу дарить постоянно, да. Вот, где смотреть актуальный список стран, с которым мы работаем, мы вчера с вами обсудили. Но при рекрутинге сегодня на Ючке опять-таки задают данные вопросы. Я понимаю, что они пропустили мой вчерашний вебинар. А, 180 или 190, Зин, прости, вот, честно, уже даже, я уже и не знаю, да, то есть мне приходит некоторое оповещение, там, у вас вычли столько-то, столько-то, я уже не понимаю, из какой сети чего там вычли, да, потому что вот эти вот копеечек набирается, может быть, рублей 400, да, если взять русские рубли, рублей 400 где-то в месяц, вот, набирается, да. Вот, значит, далее, значит, где смотреть страны на сотрудничество, да, то есть вы тут выбираете, так, минутку сейчас возьму, рисовалочку, да, то есть нажимаете вот сюда, и тут у вас выходят страны. И также вы можете вот этот бегуночек, третья точечка, да, вот этот вот бегуночек, можете вверх-вниз и видеть, с какими странами вы работаете. И также эта вещь очень удобна для того, чтобы вы могли посмотреть каталог в любой валюте, да, то есть открываете каталог, применяете, допустим, Венгрию и видите каталог Венгрии, да, то есть это очень удобно для работы с новичками, у которых бывают вопросы по акциям, вот. Ну и, конечно же, если вы нажимаете, к примеру, также Венгрия и акции внизу, то вы будете видеть стартовую программу Венгрии, какие цены по Венгрии и так далее, да, то есть вот тоже очень-очень удобно. На сайте после обновления стало легко работать, да, стало не все работать, то есть стало, наоборот, лучше работать, что я говорю сегодня, вот. И, конечно же, как регистрировать новичков. Вчера мы с вами говорили о том, что продавцы, покупатели, управление весом для себя и работа в интернете, всех мы можем регистрировать в цепочку. Ну, у нас иногда бывает такое, что новичок не активируется в течение суток, медлит, вам не хочется его отодвигать вбок, да, это тема первого вебинара, вот, поэтому не буду углубляться, и тогда вы можете покупателей, продавцов и на систему управления весом регистрировать под себя или под последнего активированного. Тут вам уже будет как удобно. Помните, что ширина вашей деньги, глубина – это ваша стабильность и долгие года надежного бизнеса в компании Фаберлиф, да, то есть, и, конечно же, если вы, допустим, зарегистрировали человека, да, вот давайте возьмем, например, зарегистрировали человека, и он терминировался, да, то нижний прикрепляется к верхнему и никто никуда не исчезает, никто никуда не отсоединяется. Для того, чтобы, допустим, провести какую-либо международную регистрацию, да, допустим, вы проживаете в Казахстане и регистрируете новичка с России, и потом у вас после российского новичка еще и получается, к примеру, Таджикистан, да, вот, и тоже ничего страшного в этом нет, то есть вы так и регистрируете всех друг по другу под один номер, если вам это нужно, то есть никаких преломлений, ничего в этом нету, да, то есть вот очень часто новички спрашивают, какие проблемы, нет никаких проблем, ничего не нужно дополнительно заводить, просто всех друг по друга, все страны, ничего страшного в этом нет. Далее с вами поехали. Чтобы новичок шел по системе Турборост, и говорим до регистрации про заказ в течение суток. А когда новичок готов сделать заказ, тогда его и можно регистрировать. И также я для вас пару своих фишек приберегла. Пишем и говорим. Прямо так и пишите, как я сейчас вам написала. Оно работает хорошо, без всяких приукрас. Просто это бизнес, дорогие коллеги. И нужно говорить простым, понятным языком. Для того, чтобы я могла вам помогать строить совместную веточку под вами и выдать сайт для работы, вам надо активировать свой номер минимальным заказом. Если у кандидата появляются сомнения, вы ему также пишите, делать заказ или не делать в этом плане. Вы расскажите, что к нам регистрируется много людей, которые покупают для себя со скидками и подарками. Спросите, надо ли рассказать про скидки и подарки. То есть даже люди, которые не хотят зарабатывать в соцсети, они регистрируются ради скидки. То есть вот эту мысль надо донести. И у нас на самом деле очень много людей, которые просто регистрируются и покупают для себя, потому что видят, что у нас выгоднее, чем в магазине. И также расскажите, что это правило компании, такая срочность с заказом только в первый раз. То есть мы его не будем постоянно заставлять так быстро делать заказы. Некоторых это, конечно, напрягает. Но если честно, если преподносить, уметь информацию правильно, то проблем у вас с активационным заказом никогда не будет. Обязательно об этом говорите. Леночка, привет, рада тебя видеть, дорогая. Вот. И наставник вам дает полную подробную информацию, как регистрировать человека, что ему высылать до и после регистрации. Далее, значит, смотрим продажи и покупки. Регистрируем под себя или под последнего человека. Самое главное, добавить человека в командный чат, в скайпе или в телеграме, без разницы. Познакомить с вышестоящими наставниками. Познакомить обязательно с командой, если человек активный, вы его можете ознакомить друг с другом. Тут самое главное, когда ваша команда дружит, это все. Это все. Это очень важно сейчас, чтобы ваша команда была знакома друг с другом. Что я имею в виду? Вы зарегистрировали под себя новичка, и под этого новичка еще одного новичка. И вас уже трое. Если новички активные, вы их между собой знакомите. Да? То есть 10 новичков между собой в ветке должны быть знакомы. 20 новичков тоже должны быть знакомы между собой и знать, что они в структуре друг у друга. Да? Кто-то их наставник, кто-то их ученик. Да? То есть это очень важно сейчас, чтобы не только вы заботились о всех людях, которые находятся в вашей структуре, но и приучали к этому своих новичков. Именно своих новичков. И тогда у вас рост умножится, если вы будете делать акцент на том, что это и твоя структура. Да, я тебе доверил человека, да, я тебе его зарегистрировал, но и ты с ним должен работать. Понимаете? Почему нужно приучать с первых регистраций новичку к ответственности? Во-первых, он понимает, что он не один в своей команде, что у него есть люди. Во-вторых, это ответственность, да, что очень важно. В-третьих, обязательно нужно говорить человеку, что потом он станет директором, и он будет полноценным лидером своей структуры. И он просто должен знать свою команду и знать, какие проблемы могут быть, еще что-то, да. Вот у нас тут недавно лидер, приведу пример, очень ее ругала, уехала в больницу и осталась там в больнице на неделю, да. Ну, причина уважительная. Но она могла бы мне позвонить и сказать, Аня, подмени меня, Аня, подмени меня. Как знакомлю, да просто скидываю ее контакт и говорю, знакомься, новичок под тобой. Или добавляю в чат и веточный чат и говорю, что девчонки, принимаем новичка, все машут ручкой, начинают болтать и рассказывать, кто они, откуда они и так далее, да. То есть веточный чат, они для этого и нужны, чтобы лидеры узнали лучше друг друга, с кем они работают, да. Да, 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 вот так вот, Валентиночка. Да, то есть это очень важный момент, поэтому вслушивайтесь, потому что, ну, все-таки у нас ошеломительные результаты. Мы номер один по росту в компании Фаберлик и за три года мы смогли вырастить 21 дружную директорскую веточку, да. Вот, далее, значит, молодец, Ларисочка. Далее, значит, добавить в командный чат обязательно и, может быть, веточный чат, если вы ветками работаете, да. После регистрации обязательно подписывайте на рассылку для зарегистрированных. Иногда человек зарегистрировался непонятно зачем и пропал. А рассылка для зарегистрированных упрямо им приходит. И что-то их может зацепить, и они к вам могут вернуться, поэтому обязательно это делайте. И далее, значит, просите найти вас в скайпе, да. Первый, второй, четвертый варианты – это продавцы, покупатели похудения. Если у них нет скайпа, телеграмма, то можно не настаивать его заводить. И для людей без скайпа как раз-таки нужна брендовая страничка или страничка для коллег в каждой из соцсетей, в которых мы регистрируем людей и в которых мы работаем, да. То есть, с брендовых страничек, поэтому и нельзя рекрутировать. Обязательно их берегите. Если наставника нет на месте, вы пишите вышестоящему наставнику данного, которого вам дали в скайпе или в чате вашей веточки, да. Что получается? Получается, что провести первую регистрацию и сделать все грамотно – это уже 40% вашего успеха, вашего новичка. Поэтому всегда делайте все, вот как мы советуем обязательно. Вот, а мы будем рады вашему росту и рады поздравить вас с человеком на сцене. Итак, далее. Человек, пришедший к нам работать по третьему варианту, тут без вариантов. Могу, не могу, хочу, не хочу. Если человек хочет зарабатывать деньги, то он обязан быть или в скайп-чате, да, в лидерском, или он обязан быть в скайп-чате телеграмовском, да, то есть, без разницы. Чат лидеров, куда-то он должен попадать, да. И там он уже будет видеть расписание вебинаров, он будет видеть переписку лидеров, он будет видеть, что там можно задать вопрос, когда вас нет сети. То есть, обязательно в какой-то общий чат. И очень вас прошу, дорогие, особенно новички, да, лидеры, до 9%, вот, в частности, это касается сейчас вас, не заводите свои отдельные чаты, если вы некомпетентны во многих вопросах. Просто бывает такое, что вас нет на месте, а ваш директор даже не знает, что вашему новичку нужна помощь, и он в вашем чате задал вопрос, на который ни вы ответить не можете, ни директор его не видит. Поэтому свои чаты делайте только после того, как вы уже 100%, ну, или хотя бы на 50% будете уверены в том, что вы знаете все. Да, вот, это тоже важно. Вначале пользоваться общим чатом своего директора, это очень важно. Молодец, Танюша, ну, вот, поэтому ты и растешь хорошо. Танюша Шалобродова у нас с вами уже директор. Аня и повелась на мое письмо с подарками. Очень хорошо, что у меня такой крутой и целеустремленный лидер в структуре. Просто из-за какого-то письма, да, Еленочка, очень рада. Как вы видите, оно работает. Вот, Лена уже, Лен, так, ждем тебя, не ждем в директорах? Когда ждем? И Лена скоро выйдет на директора. Итак, значит, человек, пришедший к нам работать по третьему варианту, ищет нас в командных, в скайпе или в телеграме, и обязательно его добавляем. Обязательно. Вот, если человек говорит, ой, там у меня есть скайп, но я не хочу, я не хочу с вами разговаривать, не нужно человека заставлять ни на первый созвон, ни на что. Да. Валя, абсолютно согласна, абсолютно согласна. Вот, обязательно говорите, что камера, микрофон не нужны, если их нету, если вы не хотите разговаривать, тоже не нужны. Просто говорите про то, что там все директора, командный чат, если мне не будут на месте, то вам поможет интернет-проект Фаберрек онлайн вместо меня. Очень важно это говорить. У меня девушка, когда хотела на бизнес, она все сделала, чтобы попасть на проект. Отлично. Ну, бывают такие случаи, когда лидеры еще не совсем понимают серьезности бизнеса, да, то есть некоторых нужно бывает терпеливо приучать к ответственности за команду, за чаты, да, то есть да, мы работаем в свободном графике, да, у нас нет начальника понедельника, но извините меня, если регистрировать людей и не делать, не объединять их куда-то, не вести их, не работать с ними, не обучать их, не открывать им задания на командном сайте. Это что получится? Получится бесконечный пустой рекрутинг, получится перепись населения. Вот о чем я вам сейчас хочу сказать, да, то есть под итог такой жуткий и страшный. Вот, поэтому настоятельно рекомендую вас посещать все вебинары, чтобы все фишки нововведения мимо вас не проходили, и звать каждого своего новичка на каждый вебинар. Да, хочет он, не хочет ходить, пожалуйста, позвали. Если вы знаете, что ваш новичок на вебинаре не был, посмотрели, не был, не пришел, спросите, в чем дело, вышлите ему запись обязательно данного вебинара, да, то есть особо, конечно, людей не надо опекать, к нам приходят взрослые люди, но некоторые люди, не все понимают серьезность бизнеса с самого начала, а все мы с вами на прошлом вебинаре слышали, что такое быстрый старт, и что лидер может за полгода стать и серебряным, и золотым директором, и получить чуть ли не полмиллиона за эти полгода настоящих живых денег. Поэтому не решайте за новичка, что ему надо, что ему не надо, ко всем относитесь одинаково, даже если ваш новичок вначале кажется вам безответственным, может быть он просто не почувствовал, что этот бизнес серьезен, но в итоге, если вы ему будете постоянно напоминать об этом, то постоянно приводить на вебинары, то у вас все получится, где смотреть записи вебинаров. Так, вот сегодня как раз Оля Пенина с утра проводила вебинар, вот, пожалуйста, в этом плейлисте они появляются своевременно. Вот. Далее. Ну и, конечно, вот она наша тема, с чем сталкивается каждый новичок через 2-5 дней работы. Все сталкиваются именно с такими трудностями. То зарегистрируют людей, люди не работают, то люди не делают заказы, то люди мало регистрируются, то блокируют странички, то я не умею обучать людей. Это проблема каждого новичка. Что хочу сказать общего. Наша работа чем-то похожа, вот, опять-таки, на этот вот конвейер, который я вам говорила, но немножечко другой. Да. То есть вы постоянно рекрутируете, вы постоянно регистрируетесь, вы качественно относитесь к каждой регистрации вашей структуры и не прекращаете рекрутинг, даже если вам кажется, что вы нашли ту звезду, которая вместе с вами пойдет и тоже откроет минимальный уровень директора или, может быть, даже драгоценного директора. То есть что у нас с вами получается? Мы с вами не прекращаем рекрутируем до того уровня, пока нам, ну, не хватит. Но я вам предлагаю рекрутировать минимально до уровня рубина, да, хотя бы до уровня рубина, потому что там уже и поездки у вас будут за счет компаний в разные экзотические страны мира, да. Вот мы недавно ездили в Доминикану, в прошлом году нас компания возила в Шри-Ланку, в следующем году у нас компания везет в Бали, поэтому я думаю, вам понравится минимальный уровень рубина, вот, с уровня золотого директора. Такие поездочки, да, уже оплачиваются, а если у вас семейный контракт, то нужно сделать уровень рубина, чтобы поехать вместе, да. То есть те, кто уже поздно объединился, то уже на Бали не смогут полететь, даже если откроют, подтвердят уровень рубина. Вот, то есть только на 2019 год для семейных пар. Далее, значит, и, конечно же, сейчас я вам буду рассказывать свое мышление, как оно мне помогло вырасти, да. То есть, грубо говоря, это получается такой слегка равнодушный конвейер. Мы с вами просто, если мы хотим быть успешными, хорошо зарабатывать, мы не должны ставить благосостояние свое и своих людей под сомнение от того, с кем вы, в принципе, мало знакомы и кто с вами не пошел, да. Вы должны сами думать о своем благосостоянии, о благосостоянии тех, кто с вами находится рядом, да. Вот, дети и, конечно же, ваша команда. Вот, и когда мне новичок говорит, почему у меня не работают люди, я ему говорю обычно так, ты мало регистрируешь людей, значит, у тебя мало регистрации. Почему я так, да, выражаюсь? Потому что каждый, примерно пятый, начинает работать. И это нормальная статистика. И если вы зарегистрируете за каталог 20 человек, а я всегда своим новичкам выставляю приоритет учиться находить по одной регистрации в день, да, то есть 20 регистраций, каждый пятый, это максимум 4 человека за каталог с вами могут пойти, начать работать, да. Так и то это уже отличнейшая директорская статистика. А пока вы учитесь доносить все привилегии бизнеса, все привилегии компании, может где-то быть какая-то ошибка, что какая-то недоговоренность, и процент активности у вас уже может быть ниже, да. Так. А, понятно, да. Она полмесяца ждала, чтобы активировать номер, потом, чтобы не было возможности, а в тот момент в таблице ее написала как кандидат, и тогда ваше прошло, мы зарегистрировались, и ее уже потом в табличке. Молодец, молодец, Лариса. Да, то есть, что вы делаете одинаково с каждым новичком? Зовете на школы, обучаете по шаблону, да, то есть у нас с вами есть сайт, где вы открываете задание, когда вас директор сделает лидером. Далее, значит, рассказываете про подарки. Подписали, подписываете на рассылку для зарегистрированных. Обратите внимание, рассылка двух типов. Есть рассылка по бизнесу, есть рассылка для продавцов и покупателей. Не путайте, это раздражает людей, поэтому смотрите, на какую рассылку вы подписываете, и не ошибаетесь. Подпишите на обе, просто ваши люди будут завалены, раздражены. Подписывайте на какую-то одну и целенаправленно, на какой вариант человек пришел. Далее, значит, добавили ли вы в чат для коллег Фоберлик человека, добавили ли вы в свой чат совместного построения, если он у вас есть в чат своего директора, да, и добавили ли вы человека в группы для коллег Фоберлик, да, у нас есть группы, где мы тоже очень много даем полезной информации. Так, и вывод каков? Если к вам пришел абсолютно нормальный, здоровый, да, человек, который хочет расти, зарабатывать, вы все для него сделали, и он ленится, то в принципе это его проблема. Но я вам еще рекомендую с таким человеком созвониться, все же крест на нем не ставить, пока не переступать, а просто с ним поговорить, какие у него есть сомнения. Иногда сомнения бывают разного характера, и очень даже неправильные, да, вот, конечно, будет запись. Как подписывать на рассылку? Вводите почту и нажимаете «Готово», и лидеру начинают приходить письма. Письма могут, кстати, падать в папочку спам, поэтому первое письмо пусть лидер проверит. Если оно упало в спам, то пусть и спама достает. И последующие письма уже в спам падать не будут. Поэтому, если вам попался на самом деле человек, который подумал, потом передумал, то они есть у всех, у директоров, у драгоценных директоров, и у других новичков, которые по соседству с вами в проект недавно пришли, да. И поэтому мы просто ищем новых лидеров, и поверьте, в интернете много людей, кому нужны деньги. Думаете, вам одним они нужны? Нет, они нужны всем, кто сидит в интернете, соцсетей, даже те, кто играют, сидят, да, и так далее. Итак, и, конечно же, расскажу вам про свою личную статистику, какова она есть, да. То есть у меня работает каждый третий, четвертый человек, каждый пятый, да. То есть остальные непонятно, зачем пришли. Меня тоже волнует этот вопрос. Почему иногда бывает лидер несерьезно, да, будущий лидер, да, кандидат там на директора уже, да, несерьезно относится к своей структуре. Очень важно серьезно относиться все-таки с первых дней. Понимать, что тут находятся живые деньги, причем маленькие, и зарплата зависит именно от вашей сделанной работы. Далее, значит, заказы у меня делают каждый третий, пятый зарегистрированный, чтобы получалось работать. Вам нужен минимальный охват 300 человек, но очень многие рекомендуют и 500 в день, да. То есть вот сейчас 300 человек в день мы легко делаем за 3 часа, да, 100 человек в час легко охватываем. И вы знаете, нам это делается сейчас легко, но вначале было сложно охватить такой охват, но потихоньку мы научились. Кто-то сейчас умеет и тысячу человек охватить в свой выходной день, причем, чтобы у него-то занимало полдня. Они свободны, полдня они поработали, да. Вот. Да, это дружбы. Дружбы сообщения. Давать ссылочку, они запросятся, и я потом как модератор буду принимать. Но там еще есть другие директора, то они тоже принимают как модераторы. Да, приглашаем только тех, кто онлайн, это важно. Вот. Далее, значит, посмотрим. Если у вас из ежедневного охвата в 300 человек, одна, две регистрации, да, то есть у вас 297 отказов и 2-3 регистрации, вы идете просто на идеальнейшее. Лучше статистики нет, да, и зря вы в себе сомневаетесь. Это просто высший пилотаж, так работать, да, и это нормально. Вот. Далее, если вы, если у вас, кстати, статистика ниже и меньше, или у вас не хватает страничек, и накопительный эффект не успевает срабатывать ввиду блокировки, да, потому что вы с ним часто работаете, или одни и те же фото отправляете и так далее, и так далее, да, то есть всякое может быть, тут уже индивидуально, пусть с вами поговорит ваш директор и проанализирует вашу работу. Но в основном, почему человек не может регистрировать одного человека в день, это у него маленькое количество страничек и постоянный заблок, и он мучается, да, то есть вот так вот. Значит, если вы рассказали человеку про подарки и акции, человек не делает заказ, да, то есть меня очень часто спрашивают, что Аня говорит, да, вот мой текст, который я пишу, который я пишу сомневающимся людям, а остальное уже как бы тоже их проблемы, я тоже не няня, чтобы как бы с ними водиться, да, грубо говоря. Поэтому, хорошо, я понимаю все, можно у вас узнать, если вы накопите в магазине на 1000 рублей, дадут ли вам скидку 20%. Некоторые лидеры могут даже не ответить, но смотришь, заказ они сделали, да, то есть вот так вот бывает. А если вы накопите на, да, вот сейчас у нас акция новичка, так, что у нас там идет, да, то есть накопите вы на 2000 рублей, подарят ли вам парфюмерную воду за 1000 с лишним в подарок, да, вы знаете, что воды от Валентины Идашкина, они очень дорогие. Далее, значит, да, то есть таким вот образом. Следующий подарок, кстати, какой у нас был следующий подарок, так, клатч, матовая губная помада, тоже, кстати, не дешевая, из люксовой серии, матовая губная помада, она у меня есть, она мне очень нравится, да, то есть смотрим дальше, дадут ли вам скидку 20%, подарят ли вам такие подарки, не в одном магазине, но 100% за то, что вы купите на 2000, вам подарок на 1000 никто не подарит, а компания Фаберлик дарит каждому новичку. Компания Фаберлик вкладывается в старт ваших новичков очень хорошо, да, то есть она простилает вам ровную дорогу ваше дело, именно донести информацию, и у вас все получится. Предложение дружбы, предложение дружбы, ну и картинки отправленные, но вы же отправляете картинки только тем, кто дружбу предложил, поэтому минимально 300 человек, вот, охват, вот, Олеся, добавились друзья только трое, вот и отлично, смотрите, чтобы все были онлайн, нормальная статистика, группу мне саму их добавлять, для коллег, мальчиков, Лариса, даешь им ссылку, они делают запрос, а мы принимаем. Также, очень важно, тоже очень-очень-очень, да, у нас сегодня с вами может быть у кого-то даже и вечер открытий, да, вот, после регистрации по любому из вариантов, есть инструкция, как работать, да, то есть по третьему варианту, это у нас целый обучающий раздел для новичков на командном сайте Фуберлик Онлайн, да, смотрим этот сайт, пожалуйста, проходите по ссылочке, да, и как только вас новичок найдет в скайпе, ваш наставник вас даст вам доступ лидера, и вы легко сможете постепенно открывать задание за заданием для успешного старта в бизнесе для своего новичка, вот, то есть вам не нужно волноваться, как обучать своего новичка, все готово, да, то есть многие лидеры говорят, я зарегистрирую своего новичка, что мне с ним делать, да, и из-за этого тоже может не быть регистрации, вот, как раз в уме, какой-то блок, какие-то переживания по поводу, вот, да, вот, как я вот недавно смотрела информацию для людей, которые там скидывают там по 30-40 килограмм, худеют, такие сильно классные становятся, да, и вот это немножко сравнимо с нами, одна очень полная женщина, у которой проблемы с сердцем, у нее сахарный диабет и так далее, она весит 160, по-моему, килограмм, она говорит, я боюсь, что вот если я похудею, меня там перестанут узнавать, там, я перестану быть интересной, там, еще что-то, да, и вот этот блок не дает ей длинной долгой жизни, грубо говоря, в голове, то же самое и в сетевом маркетинге, да и на любой работе может быть блок какой-то в голове, да, ой, ко мне никто не идет, все, вы решили, что к вам никто не идет, и по уровню энергетики к вам на самом деле никто и не пойдет, нужно уметь мыслить позитивно, обязательно позитивно, вот, и то же самое, когда вы говорите, да, то есть я боюсь обучать людей, и конечно же люди к вам не пойдут, они подсознательно чувствуют вашу неуверенность, да, то есть это тоже на уровне энергетики, вот, далее, значит, лендинг, да, лендинг выдается каждому новичку Ирину, вот, и конечно же сразу обучение от новичку открывать нельзя, даже если вы в статусе лидер, и вам кажется, пусть он там обучается, вы ему открываете по одному заданию, он первое задание проходит, вы спрашиваете, все ли понятно, чем помочь, что, все ли хорошо, да, и не бойтесь задавать вопросы, все ли понятно, не бойтесь, заботитесь, потому что если вы не знаете ответ на его вопрос, да, как новичок, у вас есть директор, и у вас, и у вас есть прям шикарная группа поддержки, в виде общего чата для коллег Фаберлика, в Телеграме или в Скайпе, поэтому не бойтесь выводить человека, который к вам только что пришел на беседу, и дать понять, что вы с ним рядом, вот, далее с вами поехали, как работать, да, как работать, как рекрутировать, да, то есть, главное это разнообразие в работе, где-то вы сделали статус, кому-то вы поставили лайк, кому-то вы отправили, да, есть бесплатные подарки, я очень часто ими пользуюсь, прежде чем начать писать, я отправляю бесплатные подарки, мне очень нравится, да, человека к себе, сразу же, повернуть, да, уже так не боком, уже лицом, человеку приятно, разговаривать с людьми, которые дарят им бесплатные подарки, но это в одноклассниках, да, я сейчас, после каких вопросов тишина, Олечка, ну, если вы все для человека сделали, и тишина, то идем дальше, идем дальше, может быть, он увидит рост под собой, если активировался, и тогда поверит, что ему тут помогает, ничего с него не требует, и включится в работу, что тоже очень часто бывает, поэтому мы строим веточную, чтобы у вас структура крепкая была, да, вот, далее, значит, одноклассники, количество дружб, неограниченное количество можно предлагать, и только тем, кто принял дружбу, понятно, если вы работаете раз в 5 дней со странички, то это вообще круто, и вы можете не бояться предлагать дружбу, да, пишем сообщение о работе, не более 7 новым людям, да, то есть, какое сообщение, или сообщение, или картинки о работе, да, то есть, что вам хочется, и тут вот, конечно же, мой вам совет, когда человек вам сказал, что мне, допустим, интересен второй вариант, вы ему аудиосообщение пишите и говорите, да, то есть, очень хорошо, да, это заработок на продажах, да, к примеру, второй вариант, посмотрите видео, и если хотите, мы с вами зарегистрируемся, после регистрации, да, вам доступна скидка 20%, плюс, такой-то, такой-то подарок, да, то есть, вы это все проговариваете через аудиосообщение, оно есть в каждой соцсети, и в принципе, вот проблем с рекрутингом нет, регистрации много бывает, потому что, грубо говоря, я недавно узнала, что это новая фишка, и когда я рассказывала о том, что я работаю только с помощью аудиосообщений, очень многие удивились, я даже не думала, что вы об этом не знаете, что так лучше работать, и так больше доверия, да, там еще есть видеосообщение, если я, вот сегодня, да, мне кто-то задаст вопрос, я знаю, что я накрашена, причесана, я включаю видеосообщение и говорю, да, ну тогда, конечно, нужно обязательно выглядеть более-менее нормально, да, расчесанно, обязательно не в домашнем халате, и чтобы задний фон был более-менее, чтобы там был порядок, да, вот, далее, значит, в контакте лимит 50 дружб, но такой лимит использовать, как вы понимаете, нельзя, лучше делать 20 дружб неподряд, разбавлять лайками и так далее, вот, в фейсбук 10 дружб через день, можно стабильно работать, странички будут жить дольше, и рекомендую везде слать картинки, инстаграм, я тут забыла добавить, прошу прощения, когда вы создаете странички в инстаграме, то есть минимально для более-менее серьезной работы, заведите штучек 10, пожалуйста, и в инстаграме, вам нужно обязательно постить что-то яркое, что-то интересное про работу, можете постить своих директоров с чеками, можете постить продукцию, которая вам понравилась, то есть можете постить там в принципе все подряд, но чтобы человеку это было интересно, то есть не просто говорите, регистрируйтесь в мою команду, да, этот пост не принесет вам никакого, никакой пользы, вам принесет пост пользы, если вы будете писать, допустим, о каких-то результатах и говорить, что если хотите так же, то приходите к нам, да, там пишите в директ, еще куда-то, то есть, да, вот таким вот образом, и смотрите, в инстаграме есть такая фишка, когда вы подписываетесь на человека, человек вас видит, ему интересно, если вы просто среди своих подписчиков начинаете что-то постить, и они вас долгое время не лайкают, они не видят вас уже, ваши посты, и это бесполезное дело, да, просто так сделать, что-то пойти, да, вот я вот сейчас взяла, да, вот телефон в руки, переложила его на стол, то же самое ваш пост, он будет бесполезен, если у вас нету каждый день новых подписчиков, но инстаграм это самая легкая тема, самая такая интересная, на мой взгляд, потому что оттуда много регистрации идет, люди сами пишут, если вы делаете хорошие посты, без каких-то сильных орфографических ошибок, да, вот мне телефон искажает, и я тут поздравила девочек и мальчиков, оказалось, что я поздравила девочек и мальков, и не могу этот пост отредактировать, вот не знаю, удалять или уже так оставить, да, то есть как бы все равно нужно, нужно обязательно смотреть, да, что вы отправляете, вот, не блокирует, вот, отлично, 100, дружба, отлично, неограничено, да, неограничено, да, мальков тоже надо поздравить, да, вот, почему-то я написала девочки и мальчики, а получилось девочки и мальки, вот, поэтому, как бы, будьте внимательны, я понимаю, что этот статус мне уже не принесет ничего, да, то есть просто фотографии люди посмотрят, посмотрят описание к этому статусу, ну, это просто смешно, да, то, то, что я написала, но лайков там много, я решила оставить, не удалять, думаю, вдруг кто-нибудь такой, тоже невнимательный и не заметит, да, вот, какое сообщение послушайте, как его, как на микрофон нажимать, как говорить, ну, вот, какие сообщения вы отправляете, вы их просто говорите и все, вот, и ничего страшного, да, какие отправляете, такие говорите, вот, да, 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 Мариночка, просто вместо письма, аудио, и тогда вообще не блокируйте, если честно, Ларис, там, если честно, ну, подружиться, ну, прям такая ерунда, это вообще, вообще, вообще ерунда, она, мне кажется, самая легкая, наоборот, да, поэтому обратите внимание, обязательно, на инстаграм, обязательно обратите, вот, и, конечно же, сколько бы у вас не было страничек, вам нужно иметь дополнительный резервный запас, всякое бывает, и на случай блокировки, у вас всегда будет на чем работать, да, у вас будут уже странички созданы, отстоявшиеся и так далее, вот, очень удобно работать с 10 страниц раз в 5 дней, да, если у вас не меняется IP, ваш IP, то вам нужно обязательно работать, допустим, три в ВКонтакте, три в Одноклассниках, три в Инстаграме, ой, Инстаграм, он с телефона, простите, там, допустим, три с Фейсбука, да, и у вас получается 9 страниц, вы отработали, плюс 3 странички с Инстаграма отработали, но с Инстаграма можно и страниц 5 отрабатывать, да, то есть подписывайтесь, 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 подписывайтесь на людей и привлекайте внимание людей своими подписками, да, но то же самое, как странички продавашки, только вы сейчас продаете возможность хорошо зарабатывать, да, грубо говоря, это тоже продажи, продать свой бизнес, да, чтобы он хорошо зарабатывал, вот, обязательно, если вы посылаете картинки, меняйте название картинок, меняйте формат картинок, да, то есть я, допустим, открываю картинку через PowerPoint, и ее растянула немножко, она осталась такой же, а формат уже другой в этой картинке, да, то есть ее уже не так воспринимают соцсети, да, антиспам не так вот этот встроенный, да, который в соцсетях есть, уже не так воспринимают, да, то есть обязательно их все меняйте, это легко, это просто, это не сильно тяжело, вот, обязательно, если вы посылаете текстовые сообщения, то меняйте русские буквы на английские, допустим, в слове работа, да, вот давайте я его вам сейчас вышлю в чат, слово работа, букву R вы можете заменить на английскую P, букву A вы можете заменить на английскую A, букву O, да, после B, которая уже идет, можете заменить на английскую, да, и букву «Т» вы можете заменить на английскую «М», и у вас получится очень интересная работа, то же самое, визуально то же самое, а соцсети уже не видят. Что такое спамные слова? Это подарок, акция, распродажа, это работа и так далее. Я надеюсь, что информация полезная, а то все затихли. Вы, наверное, у меня уже устали, час прошел, все устали. Но я вас обрадую, что практически все. Самое главное, дорогие коллеги, вот в 90% людей, которые не смогли добиться успеха в компании, это сомнения. Сомнения в чем-либо. То сомнения в компании, та не та компания, там лучше, тут хуже. То сомнения в наставнике, вот он мне там мало регистрирует, вот под меня никто не регистрирует, что же я теперь должна ходить на работу по найму и обижаться, что ли, до сих пор. Нет, я взяла и выросла. Да, самое главное для меня, это была моральная поддержка от Николая и Андрейка, да, то есть когда я не знала каких-то моментов, он мне помогал. Как от меня можно устать, да? Ну, спасибо, а то никто ничего не пишет. Я думаю, может быть, меня не слышно, или уже все устали. Вот. Хорошо, спасибо вам огромное за обратную связь. И, конечно же, пока мы думаем, получится, не получится, ваши наставники уверенно строят цепь под вами. Да, то есть, и если вы, конечно, в турборосте, да, и дайте себе три месяца активной работы обязательно, потому что всякое бывает, да, то есть вот у меня тут пришел, пришел новичок и говорит, а я решила надумать работать. Божечки, она уже на 6%, да, в моей веточке, она уже на 6% и она уже красненькая в распечатках, то есть она уже идет на терминацию. Я говорю, делай быстрее заказ. Она, ну, я подумаю, я зарплата, я тебе надо быстро сделать заказ, быстро, ты покраснел, и ты идешь на терминацию. Твоя структура 200 баллов, 6%, ты можешь сделать 50 баллов, ты уже получаешь свои 720 рублей. Делай скорее заказ. Ну, что вы, я только обучаться пришла, а вы заказ. Пока мы с ней делились, три дня она исчезла, ее терминировали, да. И вот смех и грех, а. Ну, вот что вот, вот, ой. Ну, поэтому, дорогие лидеры, слушайте нас, пожалуйста, и не спорьте с нами, потому что мы все-таки, вот даже вот эта девушка, которая не работала, она решила начать работать, я хотела, чтобы она стала директором, да, через три дня она пришла заново в мою структуру, опять уже в другую цепочку. Я говорю, ну, все, давай заново обучать, да. То есть, вот понимаете, такие случаи бывают, ну, просто смешные. Пока вы думаете, все время может у вас выйти, да. И получается, что наставник помогает, проект помогает, компания помогает, а вы сидите, думаете, буду, не буду, надо, не надо. Вот, честное слово, на мой взгляд, и я уверена в этом, ни одна компания, ни один проект столько, сколько делает, делаем мы, не сделает для вас нигде и никогда, потому что у нас и мульти-левер-маркетинг, да, сетевая компания, которая вы можете строить и в глубину, и в ширину, и как вам удобно, да, как вам нравится, да, то есть у нас вы можете получать хоть сотой глубины со своих новичков, это все ваш товарооборот, это все ваша структура, да, это все в плюс к вашим выплатам, плюс к вашим званиям, да, то есть вот это вот обязательно, да, до завтра, Владимир, да, то есть это обязательно нужно все понимать. И, конечно же, ежедневный рекрутинг в соцсетях. Мы стали филонить, не каждый день рекрутировать с мужем только с уровня рубина, понимаете, только с уровня рубина, когда мы уже зарабатывали более 100 тысяч рублей в каталог. Вот, проявите терпение к себе, и вы увидите, что ваша работа войдет в привычку, самое главное делать правильное действие, чтобы видеть результат. Ну, и очень супер важно, есть такое вот известие, да, то есть не все новички об этом знают, а это важно. Честный бизнес компании Фаберлик, это залог долголетия, да, вашего в компании и подстраховка вашего регистрационного номера. Все мы с вами знаем, что регистрационные номера вы имеете право передавать по наследству. Поэтому в компании Фаберлик есть кодекс, который говорит о том, что перерегистрации запрещены. Это во-первых. И во-вторых, компания Фаберлик не держит регистрационные номера, которые более трех каталогов подряд не делают заказов с момента регистрации. Если вы сделали и оплатили хотя бы один заказ, то у вас номер активен год. Потом компания Фаберлик просто удаляет этот регистрационный номер. Вот. Далее смотрим с вами. Да, то есть что такое перерегистрация? Когда у вас или даже не у вас, чур-чур, да, то есть не то сказала, да, когда к вам регистрируется человек, вы его должны спросить, были ли вы ранее зарегистрированы в Фаберлик или ваши близкие родственники, да, то есть, допустим, свекор, свекровь, двоюродный брат, двоюродная сестра, это не близкие родственники, да, вот, а близкие родственники, это кто? Муж, дети, бабушки, дедушки, да, то есть мама, папа, брат, сестра, родные. Вот. То есть что это значит? Если где-то зарегистрирован, да, допустим, вот вы директор, да, вы директор, и вы решили подарить свой номер, допустим, своей дочери, да, чтобы ваша дочь дальше продвигала ваш бизнес, а вы бы уже пошли отдыхать, да, ну, устали вы, да, вот, и в таком случае вы имеете право передать номер своему ребенку и быть спокойными, да, и там ехать, не знаю, куда закарать, отдыхать, да, то есть вот. Вот, а если ваша дочь в другой структуре, то она уже не сможет никогда быть прямой наследницей, понимаете, в чем суть? И поэтому в компании Фаберлик запрещены регистрации близких родственников, чтобы они были в чужих структурах друг от друга, и родственник, который зарегистрирован первый, он будет прав, остальных родственников близких всех удалят, если данный факт выяснится, да, вот, это нарушение кодекса. И, конечно, человек не имеет права иметь два регистрационных номера, да, то есть если я не Кононова, я сейчас пойду регистрироваться куда-то, то мой второй номер удалят и штрафанут того, кто меня зарегистрировал, да, то есть мы как лидеры своих структур обязаны писать заявление в обратную связь, если обнаружили перерегистрацию в своей структуре. Это очень-очень важно. Если вы обнаружили перерегистрацию в своей структуре и напишите заявление на удаление перерегистрированного человека первым, то вам ничего не будет. Вам будет только плюсик в карму, и компания Фаберлик будет вас помнить, что вы честный лидер. Вот это да. Вот. Значит, не перерегистрируем никогда людей, как бы они к вам не просились. Есть такие лидеры, ой, я хочу на ваш проект, я буду с вами расти, я вам обещаю, я никому не скажу. И вот эти вот мольбы, да, очень огромное количество скринов переписки я получала, и лидер говорит, ай, ну давай возьмем. Ни в коем случае не берите. Ни в коем случае не берите, потому что, ну, вам все это боком выльется. Во-первых, это невыгодно в первую очередь вам, потому что если лидер будет в статусе драгоценного директора, его выяснят, вычислят и удалят, то вся структура уйдет под компанию. И это, ну, вообще абсурд. Согласны? Поэтому не надо, не надо никого никогда брать, никого никогда жалеть. Если кто-то у вас уже есть, не дай бог, да, в структуре такой, то пишите первыми заявлениями, и вы, и ваш директор не пострадают. Далее, значит, близкий родственник уже зарегистрирован в компании, если то вы имеете право регистрироваться только под него. Это кодекс. Потому что бизнес передается по наследству. Очень важно знать. Итак, дорогие коллеги, если у вас вопросы. Да, человек может ждать год после терминации. Пожалуйста, когда он терминируется, его можно буквально через час после терминации уже регистрировать. Система обновилась, и все. В вопросах, да. Ну, иду тогда я в вкладку «Вопросы». Вопросы. Что у нас в шаблонах, ссылках на каталоги и картинках акционовичка перепутаны. По Латвии идет на Тосском, Литвино. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Аня, скайп-чаты добавляешь после оплаты. До оплаты регистрации. У меня нет таких строгих правил, потому что я чат каждые три месяца чищу. То есть, чищу каждые три месяца и удаляю людей, которые мне не отписались, не активны. То есть, как я делаю модерацию? Я пишу в чате, прошу мне отписаться в личку свой регистрационный номер, дорогие коллеги. И кидаю это целую неделю утром и вечером. Если от меня, ко мне, от лидера не поступило регистрационного номера, это значит, что он не активен и я его удаляю с чата. Если все-таки лидер опомнился, одумался, когда его удалили, он почувствовал, что чат перестает пикать, он идет к своему директору и просит, чтобы его добавили обратно. Вот и все. Да, то есть, вот таким способом я провожу модерацию, поэтому я не переживаю, сделал человек активационный заказ или не сделал. Далее, Аня, голосовое сообщение отправляйте сразу тем, кто ответил на картинку. Да, могу отправить, могу написать. Да, то есть, так, перескакивает. Много вопросов пишите, я не успеваю ответить, потому что перескакивает. Так, так, так. Аня, голосовые, они же наговариваются каждому, верно? Верно, Леночка, я каждому говорю, но это быстро. И это, кстати, намного быстрее, чем писать. Вот. Посоветуйте, что прочитать для поднятия уверенности в себе. Мое мышление перевернула книга «Бедный папа, богатый папа». Очень сильно перевернула. И после нее очень хорошо пошла, очень известная книга, это квадрант денежного потока и уроки на салфетках. Очень хорошо пошло. Вот. Аня, посоветуйте, что почитать для... Ага, так. Если хочется двоюродных родичей под себя, то что нельзя, можно. Если к вам приходят родственники, вашу структуру, без разницы, родственники они вам или нет. Регистрируйте и все. Так, если... Так. В «Одноклассниках» аудиосообщение только в телефоне. В ноуте не нашла. Есть. В ноуте есть. Аня, можно примерный текст аудиозаписи. Ну, как примерный текст? Вот я вам выслала сегодня шаблоны сообщений. Можете это самое и говорить, в принципе. Что-то от себя немножко добавить. Вот. На лендинге отсутствует обучающее видео по новому сайту. А что, вы там запутались? Там, по идее, все понятно, куда нажать. Ну, я подумаю, можно я запишу. Вы считаете, если вы считаете это важным, то я думаю, что можно и создать путеводитель по сайту. Да, я так понимаю, вас интересует. Да, сейчас я запишу, минуточку. Так, видео, путеводитель по сайту. Ой. Так. Ага. Коля звонит. Коля, Андрейка. Коль, я вебинар веду. Итак. Анечка, можно снова эту длинную ссылочку скинуть? Не могу найти в переписке. А какую длинную ссылочку? Шаблоны сообщений или курса ТАДАЯ? Или программа для скачивания? Я так понимаю, самой длинной была программа для скачивания. Вот она. А вот я ее скину. Так, вопросы. Так, вопросы. Анатолий. 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 Сейчас пройду на лендинг. Сейчас иду, иду, Леночка. Так, на первой страничке. Видео. Неактивно. Посмотреть видео. Лен, работает у меня. Работает все хорошо, Лен. А, в разделе каталог. Так. Я не дочитала. Так, видео. Обзор каталога. Ага, вижу, да, вижу, вижу. Добрый день, мистер, дорогий. Все, будет сделано, будет передано. Так, еще какие вопросы, дорогие коллеги? Так, потеряла наш вебинар. Все, Леночка, спасибо огромное за помощь. Ну, все, вижу, что больше вопросов нет. Спасибо. Полтора часа меня прослушали. Желаю вам удачи, везения, роста. Не забывайте, что у нас с вами неограниченный доход. Да, наша работа освобождает в дальнейшем время. Сначала вы много работаете, потом ваша команда будет работать много на вас. Нас никогда не уволят, если мы соблюдаем кодекс компании. Мы лично заинтересованы, чтобы вы вышли на более серьезный доход в кратчайшие сроки. Поэтому, дорогие коллеги, работайте и знайте, что мы рядом. Мы рядом. Ой, обязательно нужно знать, что мы с вами рядом. И последнее. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись и расслабились. Почитали анекдот. Кто-то его уже знает, а кто-то прочитает первый раз. Продолжение следует...